Через 529 увидимся! Держись! Вот так все начиналось полтора года назад. Торжественные проводы международного экипажа. Трое русских, итальянец, француз и китаец отправлялись в наземный полет к загадочной Красной планете. Самое, мне кажется, важное то, что здесь моделируется по-настоящему полет человека к Марсу. Деятельность человека на планете. На самом деле уникальный эксперимент Марс-500 состоял из трех частей. Первая, продолжительностью всего 14 дней, стартовала в ноябре 2007-го. В распоряжении экипажа тогда было всего два модуля – медицинский и жилой. Вот моя каюта, бортинженера, энергия. Марсианские модули выдержали испытания на прочность. Первый экипаж проработал две недели и даже справился с аварийными ситуациями – отключением регенерации воды и воздуха. Второй этап эксперимента – целых четыре месяца. Теперь это был уже экзамен для экипажа. Психологи тщательно подбирали испытателей. Из предыдущей команды отбор прошли Сергей Рязанский и Олег Артемьев. Оба – профессиональные космонавты. Сергей – командир корабля. У тебя даже при большой нагруженной программе остается какое-то свободное время, которое дает тебе подумать о том, что реально для тебя ценно снаружи, в нормальной жизни. Почему реально ты скучаешь, чего тебе реально не хватает, и чему бы ты уделил гораздо больше времени, чем ты уделял в суете, в беготне обычной повседневной, рутинной жизни. На втором этапе к российским участникам присоединились французский пилот Сирил Фурье и офицер Бундесвера Оливер Кникель. Испытатели не только нашли общий язык, но и подружились. И на вопрос, хотели бы они в такой компании реально полететь к Марсу, Сирил ответил нераздумывая. Обязательно, да, конечно. Да, да, с удовольствием. Второй эксперимент получил совершенно неожиданное и счастливое продолжение. После его окончания сразу трое добровольцев сыграли свадьбы. Первым был француз Сирил Фурье, который пригласил всех участников эксперимента на бракосочетание в Париж. К началу самого длительного третьего этапа «Марс-500» тоже предшествовала свадьба командира экипажа Алексея Сетёва. Я была и рада за него, у меня было двоякое чувство. И с другой стороны, вот так вот совершенно искренне у меня вопрос был, как же я? После эксперимента «Марс-500» история добровольного заточения во имя науки не завершается. По мнению ученых, необходимо как минимум еще два подобных эксперимента. Один из них, наконец-то, будет с женским экипажем. Спасибо.